Дорогие свидетели кровавого ресталища на почве ивента Интерфейс 2019 и очередная дуэль На ваших глазах вершится Ну скажем так правосудие Обнажаются проблемы и находятся пути их решения Ну что ж дорогие друзья, вы все здесь на улице дождь Он помогает нам, помогает организаторам тех загнать сюда под крышу Вы все здесь Давайте продолжим И прежде чем мы начнем следующую дуэль Прежде чем мы начнем опять здесь вводить лужи такой эфемерной крови Я бы хотел пригласить на эту сцену, конечно же, под ваши аплодисменты Екатерину Акимову Екатерина, она как раз будет открывать следующую дуэль Как же это хорошее, ласковое, нежное, доброе Раз-раз Да О, спасибо Всем добрый вечер Я вижу, что там подтягиваются люди к нам Подходите ближе И мне очень приятно, что здесь нас Хотя бы не три человека Очень интересно узнать, кто все эти люди, которые должны были бы здесь быть Подходите, подходите ближе Чтобы нам было интереснее, чтобы у нас был более продуктивный вечер Можно мне, пожалуйста, кликер? У кого? У кого? Кто знает слово кликер? Итак, пока мне принесут кликер, мне бы хотелось немножко Просто право-лево, да? Мне бы хотелось немножко вас немножко раскачать и понять, кто у нас здесь в зале Поаплодируйте, пожалуйста, есть ли здесь вент-агентство в зале Спасибо И, соответственно, теперь я попрошу поаплодировать подрядчиков Большое слово Итак, наша дуэль будет посвящена тому, как начать работать с вент-агентствами Как сделать это продуктивно И как сделать это на постоянной основе Все мои коллеги сейчас согласятся с тем, что в последнее время Очень-очень-очень много подрядчиков, которые хотят с нами работать И в день у нас огромное количество информации, которую мы получаем И получаем, и получаем Так вот, сейчас информация полезная будет больше для подрядчиков А для агентства это будут наши каждодневные будни Но перед тем, как я начну Конечно же, я хочу начать с благодарности Я хочу сказать огромное спасибо Спасибо всем тем подрядчикам, артистам, всем людям, которые помогают нам, и вент-агентствам Создавать наши праздники и сделать наши ивенты такими, о которых мечтают наши клиенты Если бы вы нам не помогали, если бы мы не работали как единая команда Ничего бы этого не было Так что спасибо вам огромное А теперь немножко к делу Соответственно, эта информация для подрядчиков Я буду очень быстро, тезисно озвучивать основные этапы Перед тем, как предлагать агентству себя в качестве подрядчика Рекомендации Сделайте, пожалуйста, хорошее портфолио Не экономьте на нем Здесь есть как начинающие подрядчики, так и мэтры своего дела И многие, несмотря на то, что могут быть мэтрами Не всегда следят за качеством своего портфолио Как только у вас появилась какая-то новая услуга Пожалуйста, не поленитесь пригласить хорошего фотографа и видеографа Чтобы сделать качественное пробо Нам, агентствам, удобно будет с вами работать И удобно будет вас предлагать Сайт или профессиональная страница в соцсети В последнее время такая тенденция, что даже качественные подрядчики Которые потрясающе хорошо делают свою работу Они не следят за актуализацией информации на сайтах И, к сожалению, нам, как агентствам, продать все ваши услуги крайне тяжело Когда мы не можем предложить весь спектр этих услуг сразу клиенту Когда ко мне пришел конкретный запрос Я хочу предложить конкретную услугу И я знаю, что вы можете ее реализовать Но она у вас не представлена нигде, ни на сайте, ни в инстаграме Ни на другой какой-то платформе социальной Как продать? Соответственно, пожалуйста, не экономьте И не забывайте актуализировать информацию о себе И, конечно, ценообразование Ни для кого не секрет, что агентства зарабатывают на комиссии с подрядчиков И очень многие подрядчики уже много лет как перешли на такой формат работы Что это норма выплачивать комиссию агентством Но многие подрядчики этого не делают Соответственно, продать подрядчика, который не платит комиссию Агентству элементарно невыгодно Так как мы нарабатываем свою репутацию годами И сейчас все клиенты, даже очень богатые клиенты проверяют все цифры Как только мы завысим стоимость от хотя бы одного подрядчика Мы начинаем рисковать своей репутацией Нам этого делать совершенно не хочется И мы просто предпочитаем не работать с тем подрядчиком Который не дает нам возможности заработка Дальше Продумайте, чем вы интересны агентством Самое главное На что вы готовы, чтобы начать сотрудничество с агентством Продумайте свои сильные стороны Что вы могли бы предложить в качестве какого-то бонуса Какой-то мотивации Чтобы агентству стало интересно Обратить внимание именно на вас Про комиссионные я уже сказала И тут такой акцент на то, что понятно Что бизнес это бизнес И какие бы мы красивые и творческие не были Зачастую деньги решают все И чем выше агентская комиссия Тем интереснее агентством с вами работать Очень часто самый распространенный формат сотрудничества Это 10% агентская комиссия Но как только вы увеличиваете агентский процент Тем самым вы повышаете интерес агентства к своей услуге И индивидуальный подход к работе Зачастую мы обращаем внимание на подрядчиков И ценим подрядчиков Которые готовы адаптировать свои базовые услуги Под нужды агентств Очень многие могут предложить Какой-то свой стандартный спектр услуг Например, кавер-группа с определенным репертуаром Но если у нас есть какая-то необходимость Этот репертуар изменить И группа готова специально под проект Разучить какие-то композиции и песни Это всегда приветствуется Если у меня какой-то артист Который выступает в красивом образе Но я хочу этот образ слегка доработать Изменить, добавить что-то Поставить какой-то номер Если подрядчик к этому готов Конечно, агентствам это интересно Правильно составьте список агентств С кем вы хотели бы работать Все подрядчики работают на разных уровнях Миллион фотографов на рынке Видеографов У всех разное портфолио Разное ценообразование Разный опыт И в первую очередь Перед тем, как начать Рассылать свое демо всем агентствам Выделите свой сегмент Тех, с кем вам будет интересно и комфортно И кому вы будете интересны Понятно, что статусные крупные агентства Которые работают с многомиллионными бюджетами Они не будут работать с новичками Потому что они просто не соответствуют Уровню этого агентства Поэтому сегментируйте Выбирайте аудиторию Которой вы будете интересны И тогда вы повысите шанс На то, чтобы познакомиться И начать сотрудничество То есть ваш уровень Должен соответствовать уровню агентства Рассылка информации по агентствам В день я получаю огромное количество писем Как от проверенных, постоянных людей С кем мы работаем Так и от новых И 80% Ребят, 80% Это огромное количество От общего числа писем Это письма, которые неграмотно составлены Только 20% подрядчиков Вкладывают свое время Иногда финансы Спасибо, Боря А мне здесь себя было хорошо слышно Только 20% подрядчиков Вкладывают свои финансы И время для того, чтобы создать Качественный контент Качественную электронную рассылку Когда в вашем письме Есть весь набор необходимой информации Есть фото и видео Есть возможность скачать Ваши промо-материалы без контактов Чтобы агентству было удобнее Вас предложить Своему клиенту Есть сразу базовые цены Отображено Какую комиссию вы даете Такое комплексное письмо Его проще прочитать Проще воспринять эту информацию Запомнить Положить себе в нужную папку С нужными подрядчиками И потом быстро Можно будет к этому письму вернуться Поэтому, если вы делаете рассылки По агентствам Я очень рекомендую вам Один раз потратить время Вложиться И сделать очень качественно Красивую презентацию Электронное письмо Одну какую-то чтим Или страничку Чтобы нам, агентствам Было приятно, комфортно Работать с вашей информацией Это повысит вашу конверсию Вы получите больше откликов Ну да, это мой любимый мем Никто не любит спам Все мы получаем огромное количество Рассылок и писем И вот тут, наверное, боль всех агентств Если вы со мной согласитесь То вы поаплодируете Что организаторам хочется иметь Частную жизнь И когда нам присылают Рекламные предложения О сотрудничестве Во все возможные мессенджеры И соцсети Это становится Ну, как раздражающий фактор Зачастую Это может быть Очень классный подрядчик Который просто написал Мне совершенно Вот, ну, как бы Рабочее письмо В нерабочий мессенджер И он либо просто потерялся Либо его завалило Другими сообщениями У меня, как у модного блогера В инстаграме Огромное количество подписчиков 20 с лишним тысяч человек Которые постоянно комментируют Пишут и пишут в директ И когда мне туда прилетает сообщение Пусть это супер кавер группы Пусть они будут в самом качественном Промо и видео Но они прилетели в директ В инстаграме Они никак не сохранились Они закопались И я их потеряла Ровно через день Я уже про них и не вспомню Поэтому, пожалуйста, дорогие подрядчики Дайте нам право на частную жизнь Не пишите на рабочие имейлы Потому что Как только мы пишем на рабочий имейл Наша информация Она остается всегда в почте у организатора Организаторы смогут Систематизировать полученный контент Разложить по папочкам рабочим Добавить вас в базы И точно не потеряют И будут знать, куда вернуться Если понадобилась та или иная услуга И они видели предложение этой услуги Недавно в почте Скажи нет лишним звонкам К сожалению, в последнее время Так называемый телефонный терроризм Со стороны подрядчиков Он очень-очень докучает нам, организаторам Мы получаем огромное количество звонков Которые не несут совершенно никакой информационной нагрузки К примеру Здравствуйте, вы сотрудничаете с кондитерскими? А вот мы кондитерская Мы хотим работать Понятно, что мы сотрудничаем Но вы пришлите сначала информацию о себе Расскажите, какие вы классные Предложите привести дегустационный сет ваших пирожных Чтобы мы оценили ваши вкусовые достоинства Пригласите нас к себе в кондитерскую Чтобы мы посмотрели ваши технические возможности Но звоните, спрашивайте О том, работаем ли мы с кондитерскими При том, что мы ивент-агентство С 15-летним стажем на рынке Ну, несколько глупо Соответственно, самое глупое и раздражающее Это когда уточняют, работаем ли мы с этим подрядчиком А дальше, внимание, я говорю Окей, мы готовы с вами познакомиться Пришлите, пожалуйста, письмо на электронную почту И вот тут вот просто вишенка на торте А вы, пожалуйста, на тот телефон, с которого я звоню Отправьте ваш имейл Как вы думаете, захочу я отправить имейл человеку Который мне просто доставляет лишнее неудобство И хочет со мной сотрудничать Ну, почему-то не зашел на сайт И не взял мою электронную почту То есть, ну, такой, казалось бы, очевидный факт Для многих не очевиден И соблюдайте этику Очень часто подрядчики хотят запомниться агентством И считают мега креативным написать на имейл клиентские И хлещие, если это не просто имейл А заявка, оставленная через форму заявки на сайте То есть, я вижу телефон, имя, перезваниваю, думаю, что это клиенты Оказывается, что здравствуйте, я начинающий фотограф Приезжаю в Москву, буду в Москве проездом две недели Очень хочу поснимать ваши проекты Естественно, это ничего кроме раздражения не вызывает И понятно, что пиар он хороший, хорош любой ценой Но только не такой Это скорее анти-пиар Как только я вижу вот такую заявку, я даже не читаю Как только я понимаю, что это подрядчик И если мне в форме заявки написали номер телефона И написали, что я хочу с вами сотрудничать Я просто удаляю, даже не читая дальше И, конечно же, не звоните в нерабочее время Почему-то очень распространенная ошибка подрядчиков Когда они совершают звонки Абсолютно в неудобное время для общения Вечер выходного дня Мы либо на проектах, либо мы отдыхаем с семьей И тут в 10 вечера не может поступить звонок Что это танцевальное шоу У которого появился новый номер в стиле пиратов И мы готовы вам прислать свежее демо Ну, сами понимаете, что ни демо Ни этот танцевальный коллектив Не становится актуальным И сотрудничество с таким подрядчиком не интересует И практически финал моей презентации Первый контакт с агентством Как можно взаимодействовать Рассылки и звонки Самый холодный формат Участие в профильных мероприятиях Например, таких, как сегодняшние выставки Презентации, фестивали И самый, на мой взгляд, действенный формат Это готовность принять участие в ТРФП-проектах Агентства очень часто устраивают мастер-классы и воркшопы И это лучший способ для того, чтобы заявить о себе Показать ваши способности Рассказать о ваших возможностях Поработать, подружиться И, конечно же, стать уже постоянным партнером И подрядчиком агентства От лица агентства мы проводим эти мероприятия А также от лица международной свадебной ассоциации ИВА Мы делаем вот такие воркшопы И сегодня я вам покажу ролик на одну минутку Именно о воркшопе, который мы уже реализовали Буквально в мае месяце После чего все люди, которые работали с нами на этом воркшопе Успешно сотрудничают с нами дальше на коммерческих проектах Как сделать сотрудничество постоянным? Будьте четкими и пунктуальными Агентства очень любят, когда получают четкую информацию Вовремя, без задержек, актуально и максимально развернутую Обсуждайте детали заранее, не накануне Агентство не волшебники Мы, конечно, стараемся сделать вашу работу комфортной и удобной Но если вдруг у вас какие-то технические требования Изменились за день, за два до мероприятия Все мы понимаем, что внести корректировки в сметы к клиенту Будет уже некомфортно ни для клиента, ни для агентства Ну и самое главное Не звездите, если вы не звезды Но даже если вы звезда Всем нравится обычное человеческое отношение Будьте людьми Оставайтесь самими собой И просто будьте нормальными людьми Рано Это последний Соцсети и публикации с мероприятия Это такая боль, которая знакома всем агентствам Зачастую на проектах работает огромное количество людей И все эти люди, приходя на проект Начинают выкладывать в свои социальные сети Отчеты с этого мероприятия И многие подрядчики забывают указывать агентство Мы сделали этот праздник Мы работали с клиентом на протяжении недель, месяцев И готовили этот проект Над проектом работает огромная команда И это абсолютно несправедливо Если подрядчики начинают выкладывать в социальные сети Фото и видео Пусть даже любительские Пусть даже сделанные на свои телефоны Без указания агентств Пожалуйста, уважайте наш труд И не забывайте отмечать нас как людей, которые создают эти проекты Также обязательно, я считаю, нужно учитывать До начала мероприятия Если агентство самостоятельно не сделало рассылку И не предупредило, уточнить А можно ли вообще выкладывать материалы с этого события Ведь очень часто мы делаем праздники для людей, которых нельзя светить Для компаний и корпораций, которые не имеют права проводить мероприятия Например, какой-то государственный заказ, министерство И, конечно, они не имеют права проводить такие большие пышные мероприятия Которые периодически мы делаем Понятно, что агентство предупреждено Мы предупредили всех подрядчиков ключевых Но если вы, например, фотограф и взяли ассистента На это мероприятие не забудьте предупредить своего ассистента Если вы декоратор, взяли целую команду декораторов в поддержку Пожалуйста, уведомьте свою команду Что мы не имеем права делать публикации с этого ивента Это очень важно, это репутационные риски У нас был реально случай, когда выложили фотографии с мероприятия Был госзаказ, который нельзя было показывать И потом пришлось решать, благо, в досудебном формате Претензии от заказчика Потому что часть информации не от агентства А от подрядчиков, которые работали на празднике Ушла в сеть Ну и я, конечно, буду рада новым знакомствам Я думаю, что теперь те подрядчики, которые находятся здесь Точно не сделают распространенных ошибок Адрес моего сайта, мой инстаграм Пожалуйста, пишите, подписывайтесь Я вам буду рада А теперь, пожалуйста, на экран ролик И мы начнем, продолжим наше выступление Интересно было сказано Я, наверное, еще раз повторюсь Мне, наверное, лучше всего Я могу быть и с одной, и с другой стороны То есть, как ведущий и как режиссер Я являюсь подрядчиком А как владелец свадебного и ивент-агентства Соответственно, я являюсь агентством Да, и зачастую то, что Катя говорит Да, действительно правильно Друзья мои, мы сейчас продолжим И прежде, чем я объявлю следующего нашего участника Хотелось бы такой маленький лайфхак Каждый раз боюсь сказать лайфхак Прямо так язык поворачивается Все мы, все мы более или менее Являемся публичными людьми Иногда нам приходится выступать с микрофоном Так вот, дорогие друзья То, что сейчас у меня в руках Это не кардиоидный микрофон Который сюда цепляется, петличка Который ловит звук вокруг Это микрофон направленного действия Понимаете, о чем речь? Он направленного действия То есть, чтобы вас хорошо слышали Держите его направленным на себя И вы будете звучать на весь зал Красиво и хорошо Итак Я приглашаю на эту сцену Оппонента с другой стороны Да, Екатерина будет с одной стороны И сейчас оппонент с другой стороны Друзья, это Алексей Майоров Алексей, Леша, подбурные Аполоси цементы Подбурные выпускники зала Мы приглашаем тебя на эту сцену Даже не так, я скажу похорошевший Алексей Майоров Приветствую Всем добрый вечер Хочу еще раз представиться Я являюсь президентом Международной свадебной ассоциации И Екатерина является руководителем нашей тоже ассоциации Я бы хотел ее, конечно, опять же пригласить на сцену Потому что наш продукт Это Международная свадебная ассоциация Которую мы уже двигаем такое количество лет Это объединение русскоязычных организаторов Уже в 30 странах мира Какая наша основная задача И какая связь между моим выступлением И выступлением Екатерины Мы сейчас регулярно проводим воркшопы по всему миру Мы только вернулись сейчас с Греции Где делали шикарный воркшоп Мы вывозили группу не только из России Это была группа из СНГ Из организаторов из разных стран Кипр, Италия, Германия, Болгария Сейчас мы выезжаем в Каны Буквально в начале октября Потом в Париж Опять же есть сильнейшая группа В нашем числе такие сильнейшие организаторы Как Ксения Афанасьев Ведущие организаторы из Киева Да, поверьте Мы вне политики Мы работаем со всеми странами Мы со всеми дружим Также с нами будут организаторы из Черногория Присоединяйтесь к нам Но самый-самый главный мой посыл То, что когда мы проводим воркшопы зарубежные Мы смотрим в зарубежных подрядчиков Но я хочу сказать, что наши подрядчики Они интереснее Мы с удовольствием приглашаем подрядчиков Посещать наши зарубежные воркшопы Это касается и флористов, и декораторов, и фотографов, и идеографов И потом стилистов Да, в том числе и стилистов И потом, когда вы приезжаете с этим воркшопом Мы получаем прекрасное портфолио И помимо этого портфолио Мы пользуемся сами, все участники данных воркшопов И все наши члены ассоциации получают готовое рабочее портфолио И все с вами уже хотят дружить, работать, развиваться Мы за развитие международного свадебного бизнеса Ура, ура, ура Я прошу вас по другую сторону барьера Мы вас разведем Ну, не в смысле, как в ЗАГСе Объявляем вас не мужем и не женой Я сейчас сюда приглашу остальных участников программы И, кстати, к слову о том, что говорит Алексей Что подрядчики тоже есть Делайте свои поездки на воркшопы Это верно и правильно Я сегодня только в 5 утра прилетел с Мальты Готовил мероприятие и коснулся И коснулся того, что там на месте нет достойных подрядчиков Борис, Борис, я буквально перебью И если кто-то туда съездил, показал себя, зарекомендовал Его, я думаю, скорее всего пригласят Буквально накануне мне позвонил мой представитель из Мальты Я попросил его встретиться с Борисом Наш представитель встретился с Борисом Они дали большое интервью Которое у нас будет скоро на канале Ютуба А я его не дам Одно у меня в мобильном телефоне Друзья, продолжаем наш спич-дуэль Давайте стреляться Итак, у нас сейчас по разные стороны барьера Екатерина Акимова и Алексей Майоров И, конечно же, у нас сегодня групповые стрельбы Поэтому к Екатерине в поддержку, так сказать, мнения я приглашаю Поглашаю аплодисменты, дорогие друзья Сергей Николаев Ага, вечер, а что же вы будете делать на улице, на концертной программе? Давайте эмоции И Анастасия Ломзина Туда, 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 присаживайся Все, микрофон, здесь Оружие к бою Леш, один выдержишь против троих? Да без проблем Да, тогда я не приглашаю, да? Да нет, конечно С большим удовольствием я приглашаю сюда На левую, так сказать, сторону нашего импровизированного ринга Евгений Гусаров Президент Ассоциации российских ивен-диджеев Евгений Гусаров Ладно, понял, справлюсь А что нет такой музыки? Все, понял, договоримся И Иван Мищенко Ну что ж, дорогие друзья, стороны здесь Я прошу выбрать оружие Ах, да, оно уже у нас в руках Оружие, самое сильное оружие человечества Слово И именно словом сегодня они будут сражаться Итак, дорогие друзья, у нас есть две темы, вокруг которых сейчас пойдет наша дуэль Я думаю, что они пересекаются Итак, тема первая Это фишки, лайфхаки Как начать работать с агентствами и стать постоянным членом команды Екатерина уже более-менее подробно об этом рассказала И еще одна тема Ивент агентства плюс подрядчики Современные методы совместной работы над проектами И я думаю, что первый выстрел я с удовольствием даю Катя, Катя, стреляй Как? А, все, да? Все, победили? Конечно, блондинки победили А, блондинки победили Ну все, отлично! А этот микрофон не работает? Наливайте, пошли на улицу Не работает, не работает Работает, работает Работает? Поближе Еще поближе? Ага Давай поменяемся Давай поменяемся Ну поменялись еще толку Ну-ну-ну А меня опять не слышно А я вон шутит Набираешь воздуха побольше Катя, обращайся, ты же знаешь, что я являюсь педагогом по всем этим делам По микрофонам, по камерам Я тебя поучу, давай Поехали Поехали Что делать-то надо, Борь? Что делать? Воевать по теме, которая была заявлена на эту спич дуэль Давай еще раз скажу Давай Ивент агентства плюс подрядчики Современные методы совместной работы над проектами Я думаю, что мы сейчас вспомним этот Битрикс, который я с большим удовольствием удалил с своего телефона То есть многие вещи, которые я знаю, что ты подкована Современные методы работы Может быть, чуть-чуть диджитализации сюда можно затронуть Сегодня эта тема была здесь И она, по-моему, бурный отклик такой взяла Ты знаешь, мы вчера обсуждали как раз-то вот эту историю насчет современных методов работы О том, как здорово, когда проекты Это не просто набор базовых подрядчиков А когда есть идея, концепция И над этой концепцией работает не только агентство Но и ключевые подрядчики, которые помогают эту концепцию реализовать И мы с Сергеем Николаевым как раз обсуждали вот этот момент Как мы формируем наши проекты Поэтому я передаю микрофон Сереже Он сейчас немножко подробно на эту тему поговорит Итак, друзья, добрый вечер, точнее всем Меня зовут Николаев Сергей Я представляю компанию Николаев Про Мы являемся постоянным техническим подрядчиком компании «Лавка чудес» Екатерина Акимовой Итак, я так понимаю, нужно задать вопрос оппонентам Я думаю, что можно выстрелить в оппонентов Вашим, как сказать, фактом Ну, смотрите, мы как технический подрядчик Сталкиваемся постоянно с такой проблемой То, что зайти к новому клиенту мы можем в трех случаях На самом деле Это если мы пришли по большой рекомендации Нас порекомендовали, сказали Вот эти ребята самые классные, самые хорошие Вы знаете, идите к ним И они вам все сделают И все у вас будет хорошо Второй случай – это если кто-то где-то, извините, очень сильно облажался и мы оказались рядом И мы как-то можем ситуацию поправить И на этой основе мы продолжаем дальнейшее сотрудничество с любыми агентствами Ну и третий случай – это вот благодаря вот таким фестивалям, как интерфейс Где мы можем рассказать и показать, над чем же мы все-таки работаем Потому что, когда я с своими сотрудниками общаюсь, особенно с новенькими, которые к нам приходят Вы знаете, расскажите, чем же мы занимаемся Так как все приходят там и техниками, и звукорежиссерами работать и тому подобное Все говорят то, что мы занимаемся прокатом То есть, условно, в головах у всех есть такой склад Куда все обращаются И, собственно, получают то, что хотят арендовать На самом деле, мое мнение, что это не так, это заблуждение Потому как мы занимаемся все же больше сервисом То есть, предоставлением услуг ивентерам То есть, людям, которые хотят организовать мероприятия Услуг в плане, так скажем, взаимодействия между площадкой Взаимодействия между артистами, которые будут выступать на мероприятии Взаимодействия со всеми другими службами Которые будут у вас, собственно, работать Да, соответственно, у меня такой вопрос к вам Что же делать? Что же делать? И как же быть? Возможно, у вас есть какое-то дополнительное решение К тем трем, которые я сейчас озвучил Чтобы приобретать новых клиентов И как-то входить на этот рынок Особенно новым начинающим прокатным компаниям Ну, вроде нашей Спасибо большое Ну, то есть, вы можете говорить не только о прокатных компаниях А вообще, в принципе, о подрядчиках О диджеях, например, да? Да, потому что... Евгений, может быть, у вас... Евгений Гусар Сейчас пойдем запишем пока мою тоже штучку Ну что же, я могу говорить от лица и диджеев И технического проката Вот к этим трем я бы добавил четвертый Ну, на мой взгляд, основополагающий Это постоянное развитие То есть здесь Ну, мы можем быть хорошим прокатом Мы можем быть профессионалом своего рынка Но очень часто подрядчики, достигнув определенного уровня Останавливаются Не следят за трендами рынка Не посещают мероприятия, касаемые непосредственно ивента Не состоят в профессиональных сообществах Почему это важно? Ну, рынок ивента любит картинку Да, слава богу, портфолио более-менее у всех хорошие сайты есть На мероприятиях мы принимаем участие Но нужно постоянно удивлять Чтобы удивлять, нужно постоянно следить за трендами Не только, которые происходят у нас в России Но и общемировые Мы как диджеи, мы постоянно смотрим А что происходит в Европе А что происходит в Америке А что сейчас модно Потому что, ну, как показывает музыкальная сфера До России модные тенденции в сфере музыки Доходят спустя два месяца Если мы говорим о сфере ивента То какие-то новые технологии и новые тренды Ну, доходят, ну, если спустя год А некоторые спустя там пять лет Потому что смотрим на мировые шоу Да, то есть, ну, да, есть у нас сильные команды Которые делают мировые события Как Сила Света, например Но, тем не менее, в основной массе мы отстаем И здесь очень важно следить за трендами И постоянно развиваться В частности, мы как диджеи, мы постоянно учимся Мы не стесняемся, имея более, там, десяти лет опыта Ходить и учиться Узнавать что-то новое и развиваться Потому что, ну, технологии идут вперед И рынок тоже идет вперед А вот у меня есть интересное дополнение Что у меня с микрофонами? Еще ближе, мне его проглотить? Сделайте компрессор туда, пожалуйста У меня есть интересное дополнение На самом деле, самые прогрессивные передовые подрядчики Сейчас удивляют агентство Удивляют нашу свадебную ассоциацию Тем, что сами выходят на нас с интересными предложениями То есть многие, основное количество подрядчиков 99% они предлагают себя и хотят работать на проектах Работать на наших проектах Которые мы создаем, продаем, делаем для наших клиентов И лишь 1% подрядчиков выделяются И тем самым очень сильно привлекают внимание к себе Они приходят к нам с интересной идеей Идея проекта К примеру, какой-то шоу-коллектив Придумал новую шоу-программу И не пытается нам продать эту шоу-программу И сказать, что вот наша новая шоу-программа Мы хотим продавать ее вашим клиентам А они приходят к нам с предложением Что, ребят, вот мы сделали классную такую программу И хотим сделать мероприятие для агентства Давайте совместно со свадебной ассоциацией организуем Мы готовы взять на себя вот это, вот это, вот это От вас мы попросим информационной поддержки И пригласить агентство, чтобы нас увидели Мы готовы будем сделать этот ивент У нас есть вот такая команда И хотим от вас информационной поддержки Чтобы нас увидело как можно больше людей И вот этот 1% подрядчиков Которые проявили себя Заинтересовали Создали такой ажиотаж вокруг себя Они выделяются, запоминаются Мы делаем эти проекты, с удовольствием их поддерживаем И вот эти люди потом начинают активно работать Не только с нами, но и со всеми другими агентствами Которые их увидели в работе То есть сейчас мы все-таки взяли за основу Первую тему То есть как работать с агентствами И стать постоянным членом команды Если мы сейчас будем эту тему Как говорится, дальше по ней воевать То я бы сделал небольшую рокировочку С которой, я думаю, вы все согласитесь Сударь, я вас прошу занять позицию с подрядчиками Алексей А я вас прошу занять позицию агентств Я думаю, это будет справедливо И вот, друзья мои То есть да, тема действительно хорошая Тема актуальная Я еще раз повторю Мне хорошо это все судить Потому что с одной стороны я являюсь подрядчиком С другой стороны я являюсь агентством То, что Екатерина вначале показала презентацию На которой были как раз собраны все косяки и прочие У меня есть вопросы Катерина, скажи, пожалуйста Я спамом заваливал твои ящики почтовые? Никогда Я часто работаю на таких ТФП мероприятиях? Да Я корону надел, звездюсь? Я тебя люблю Сколько лет мы с тобой знакомы? Я тебя люблю А сколько свадеб я у тебя провел? Скажи мне Так вот Так вот Не, не, не Я ни одной свадьбовых агентств еще не провел Ни одной Ни одной Тем не менее Я тебя рекомендовала парам Тут просто Ты понимаешь, что Понимаю, да Пара меня видит Смотрит, наверное, старый для нашей свадьбы С ним будет скучно Он там ведет Аукционы, недели моды и прочее Не, не в том суть Дело в том, что То, что Екатерина показала на презентации Это тоже не универсальный метод Как Вот На самом деле Действительно сложно Я как агентство На свои телефоны агентства Принимаю В день Не знаю Десятки звонков от подрядчиков Чаще всего они сразу улетают в черный список Около 80 писем в день приходят Это тоже жесть И у меня они чаще всего тоже улетают сразу в корзину Потому что есть специальные почтовые ящики Вот И в то же время я сам Когда пытаюсь кому-то достучаться Пытаюсь сделать письмо Рассылочку Звонок Визит И тоже не получается И вот это действительно хорошая тема Которую давайте сейчас разберем Может быть Друзья Вы как подрядчики Что делали вы Пытаясь наладить взаимоотношения с агентствами И товарищи наши агентства Организаторы А что делали вы Чтобы найти новых подрядчиков Зачастую бывает так Что так действительно У нас есть тот пул Сформировавшийся подрядчиком С которым мы всегда работаем И нам с ними комфортно И редко мы новым А когда кончается тот пул Проверенных на своем опыте подрядчиков То у нас есть чат С военных организаторов Куда мы идем и пишем Мне нужен такой-то Такой-то подрядчик Посоветуйте То есть если резюмировать Все что вы бы не предпринимали Это все бесполезно А потом бывает А зачастую бывает такое Что никого не посоветовали И мы идем на просторы интернета И начинаем серпить Это бывает очень редко Это бывает очень редко Потому что согласись все-таки Мы как организаторы Всегда работаем уже со своим пулом И кончается он тоже редко Но как же Как же Вот сидят представители подрядчиков Те, которые готовы Делать систему регистрации Те, кто готовы представлять Диджеев Техническое обеспечение Как им прийти Как нам прийти к вам А можно я вклинюсь чуть-чуть? Нужно уже давно То есть, наверное, все-таки Тут странная постановка Потому что подрядчики Нужны агентству Ну, ничуть не в меньшей степени Чем агентства нужны нам То есть, я как Я немножко не в вашей теме Ничего не знаю про свадьбу Кроме как один раз Я ее делал в жизни свою Вот Мы работаем в B2B рынке Занимаемся деловыми мероприятиями Исключительно Форумы все эти Никому не нужны Открою тайну Как организаторы Мы тоже занимаемся и ими Вот И манс, и ивент Это все одно Но у нас большинство Всех самых крупных Самых высокобюджетных мероприятий Проходит без агентств Да, мы работаем напрямую с клиентом Соответственно Попытка войти в агентство Она работает только Если мы оказались в нужное время Да, потому что у вас Время принятия решений Оно делится на три этапа Мы вам еще не нужны Да, мы вам можем все это сделать Прислать вам Вы даже запомните Что, а, да, там что-то было И забудьте ровно через месяц Мы вам уже не нужны Потому что вы уже выбрали подрядчика Или уже там провели это мероприятие Или еще что-то И очень-очень короткий промежуток времени Когда мы вам нужны Да, когда вы вот сейчас ищете нас И мы тут вам попались Вот Попасть в этот промежуток времени Ну, на мой взгляд, невозможно Ахи сложно, товарищи Да, да Но это тяжело Поэтому Вот из нашего опыта тоже Единственное, что работает на рынке Это сарафан Больше на рынке не работает ничего Совершенно верно Рынок маленький Или большой Все друг друга знают Там есть вот эта вот Свадебная ваша группировка Есть бизнесовая группировка Есть там концертная Музыкальная вот эта вот группировка Вот Но так или иначе Там какие-то связи Между этими группами есть И все друг друга знают Да, кто-то с кем-то не срабатывается Из личностных каких-то вещей У кого-то просто формат не тот Ну, то есть На свадьбу, наверное, там Мне сложно, да, рассуждать Но я, например, знаю, что На форум и на концерт Звать одного прокатчика по звуку В большинстве случаев нельзя Да, потому что они разного формата Если мы говорим про форум То нам нужны аккуратно проложенные провода Которые никому не видны Да, там Аккуратные колоночки Свежепокрашенные И прочее, и прочее, и прочее Чтобы субы вот тут вот не стояли, да Потому что никому не надо, чтобы грохотало А всем надо, чтобы выглядело все аккуратно А на концерте всем по боку на эти провода Да, там на бэкстейдже лежит эта колбаса Змеиная свадьба, как ее называют Кому какая разница Зато там времени на монтаж Несколько часов И вот там есть свои игроки Которые работают в концертах На форумах есть свои игроки Поэтому, ну, мне кажется, что тут Странно, если у вас есть Ваш рынок, ваш формат То вы, наверное, знаете игроков Когда вам нужен будет кто-то еще Вы пойдете его искать Да, по своим знакомым в первую очередь И, ну, я не очень верю, что Там попытки к вам влезть Вот даже этими всеми способами Когда-либо чем-либо закончатся Это шанс равен примерно 0-0-1 Ну, согласен Опять же, на личном опыте Поскольку агентств не стучался Никуда не влез Ответ и выстрел Ответ и выстрел Давай Мне хочется пульнуть, можно? Анастасия Ламзина Еще раз представлюсь Как меня уже Борис отметил Спасибо Я являюсь руководителем Файлала клуба Атмосферное торжество Очень-очень давно я создала компанию Которая делает свой акцент Именно на эмоционально-чувственную составляющую И на личностную коммуникацию Между подрядчиком и агентством Почему я сейчас об этом говорю? Это дико важно В наше сложное непростое время Все согласимся о том, да? Что действительно найти полезную коммуникацию Которая была бы эффективной и приятной Важно, чтобы коммуникация была действительно приятной Это редкость И тот подрядчик и то агентство Которое имеет в этом, скажем так Взаимовыгодном диалоге этот ресурс Это счастливая пара Счастливая пара, которая сложилась в ивенте Серьезно Я на самом деле думала, что разговор чуть-чуть пойдет иначе Но раз уж мы затронули такую межличественную тему Как это обычно бывает в дуэлях Мы начинаем про одно, а потом вдруг какие-то А потом вдруг кого-то застрелили Потом вдруг кого-то застрелили И нужно бежать спасать Понимаете? Вот сейчас пытаются расстрелять агентство Чем тогда стреляли, если спасать? Застрелили, ладно Ну нет, надо до последнего дожимать, Борис Вот ты не прав Я улыбки вызываю Просто я вызываю улыбки Дожать до последнего, да Значит, по поводу личностных коммуникаций Вообще, на самом деле, проблема в том, что мы, люди, ивентеры Почему-то это куда-то там отставляем, знаете, на третье, десятое стороннее место Сначала у нас важно, что вот пришел заказ Его нужно технически красиво оформить Мы составляем смету Мы там согласовываем бюджеты Мы там сотрудничаем Такие да-да-да, друг к другу улыбаемся И после мероприятия непонятно Непонятно, будет ли контакт продолжен дальше с этим подрядчиком Понравилось ли подрядчику работать с агентством И подрядчику, в принципе, не всегда интересно, понравилось ли агентству работать с подрядчиком Вот как выяснить вот эти точки нужности друг другу Я думаю, что ключ к этому – это личностная коммуникация, которая происходит вне официального ивента Я сейчас говорю, вот хочу затронуть тему воркшопа, на самом деле Которую мы активно сейчас продвигаем в массы, в массы ивента Чем полезен воркшоп? Все знают, что такое воркшоп, да? Тем, что там личные коммуникации Это специальное мероприятие, созданное для ивентеров с целью создания кейса Который потом продается, прям продается заказчику С участием этих же подрядчиков, которые были заявлены на каком-то тематическом воркшопе Ну, грубо говоря, в том стиле, который мы делаем Да-да, сейчас мы покажем видео обязательно И вторая очень важная задача, которая достигается путем воркшопа Мне вообще не нравится слово воркшоп, это какое-то такое корявое, да? Я бы приложила по понятию более красивое Тусовочка? Это грязновато Мы в грандиозном, как бы, эпатаже Грандиозном эпатаже Я придумала такое понятие, называется Вейден Холдинг Фейсис Это портфолио, которое мы красиво предоставляем И для свадебных организаторов, и для корпоративных Сложно не просто выиграть, даже запомнить с первого раза Ну, не суть, я дам все ссылки на сайт ИВА, там все написано Так вот, вернемся к нашей теме дуэли Да, я могу так полетать Как подрядчикам зайти в агентство? Да-да-да, сейчас, я просто долго начинаю У тебя очередь такая автоматная идет просто Ну ничего, я в броне Они уже все застрелят просто Да нет, нормально Еще шевелимся немножко Шевелится, все хорошо, есть порт Так вот, вторая задача, которая должен и реализует воркшоп Это именно личностная коммуникация Укрепление личностных взаимоотношений Которые невероятно нужны и важны Потому что если мы не будем общаться В таком вот профессиональном ключе Ну как бы с дружеской такой эмоциональной подачей К сожалению, форма нашего ивента будет такая же Ну назовем это немножко грубо кисловатая Как она многими воспринимается Почему я сейчас об этом заговорила? Потому что не так давно, примерно месяц назад Я вступила в полемику на фейсбуке С одной великостатусной коллегой Не буду говорить, кто это Значит, и она откомментировала мой пост На тему о том, что, друзья, есть проблема личных коммуникаций в ивенте И, видимо, из-за этого у нас нет как таковой формы самого ивента И вообще, что мы подразумеваем под ивентом Вот у нас в России На что он нам не парировал Анастасию Ну это, конечно, классно Но почему вообще ивент Это что-то должно быть такое Чему должна быть придана форма Я думаю, что ивент должен иметь свою форму И поскольку мы все здесь так или иначе артисты и подрядчики Это люди-творцы Мы что-то творим Что мы творим? Кавер-группы, музыканты, ведущие Это все минимальное, но, по крайней мере, это форма искусства Вот если мы будем думать как об ивенте Как об искусстве, о некой форме искусства Мы все придем к результату, который нам нужен Мы будем общаться Потому что искусство – это та форма, через которую все отлично проходит И почему я сейчас хочу перейти к воркшопу, Борис Я хочу показать Попросите ролик номер три Подожди, стоп, стоп, стоп Ролик, он будет чуть позже Он будет чуть позже Давайте просто резюмируем то, о чем я сказала То есть мы не говорим о свадебном агентстве Мы просто, может быть, давайте сократим тему более немкими понятиями Прокоммуникации, да Организаторы, да, агентства, организаторы событий И подрядчики, которые организаторам помогают Уполнять какие-то функции И получается, что если верить Анастасии То здесь, чтобы зайти в агентство Зайти к организатору в подрядчики Нужны личные отношения Только так Нет, подожди, личные отношения – это очень такая Ну, личностные контакты Да, может быть, я не так вырезался Потому что мы Потому что ивент – это очень гибкая индустрия Это такой градус, в который нужно добавлять Твое личное отношение к процессу Да или нет То есть нужно личный контакт? Да Любовь или 30%? Я вот поняла Не-не-не-не, надо все совместить Это глубина любви уже Николай, от 30%? Мы совмещаем все Процентов это само собой отдай, пожалуйста Это само собой Подождите, подождите Мы эту тему даже Мы эту тему даже не трогаем Это два в одном должно быть Без любви никакие проценты не нужны Конечно Но тут, знаете, я могу на это что ответить? Ответь, еще платят Как это больно? На что агентство жалуется во взаимоотношениях с клиентами? С клиентом? Да, у вас же там стандартные пункты Постоплата Там присылают запрос Не дают обратной связи И вот, ну там прям Я помню Этот список пунктов составлялся Да я вам скажу честно На самом деле Никакие схемы Не работают в том ключе Как мы привыкли о них говорить Вот мы любим Вопрос в другом Вопрос в другом Какие недовольства у агентств Есть с заказчиками? Я правильно понял? С клиентами С клиентами, да То есть вот клиент пришел В магазин У тебя заказывает корпоратив Вы с ним делаете какие-то коммуникации Чем чаще всего ты недовольна? Ну априори Вот что? Да я вообще всегда всем довольна Чаще всего наши клиенты Начинают нас торопить Потому что они пришли Сделали заказ О, отлично И хотят получить предложение мгновенно Вчера Так, как будто бы они пришли В магазин В котором есть готовые Пакетные предложения Конкретно под их запрос Но это неправда Нам нужно время Чтобы подготовить предложение А это время подготовки Зависит от скорости реакции Наших подрядчиков И зачастую Обращаясь к подрядчику Я, например, могу Пообщавшись даже по телефону Не получить четкого ответа Зачастую бывает такое Что подрядчик берет паузу И я понимаю Если это кейтеринг Которому нужно время Чтобы составить банкетное меню Но если это Шоу-балет И он пошел подумать Сколько будет стоить Его выступление В 140 километрах от Москвы 14 сентября Вот тогда Мне действительно Становится очень сложно Собрать это предложение Оптимально быстро Это отличная тема Это не клиенту недовольство Это недовольство к подрядчику Чем тоже частенько сталкиваюсь Никогда нет жесткой цены Это же абсолютно Абсолютно Та ситуация Которую я и хотел сказать То есть вы недовольны тем Что к вам приходит клиент И говорит Дайте мне быстро Как будто это готовый продукт Вы делаете что? Вы делаете то же самое Вы идете к своим подрядчикам И говорите Дайте нам вот вчера И еще и 30% И еще и с любовью Еще с нами нормально Пообщаетесь при этом Слушайте Вот я думаю Что Николай меня поддержит Да То есть вы себя ведете Ровно так же Как ваши клиенты Да-да-да-да Ну я правда Можно немножко подвести Я уже поняла Что у нас там Еще один дуэлянт Скрытый появился Который решил уложить Бондинку на лопатки Это провокатор просто Я закрою Сегоныч Сейчас Давайте вот этот момент Резюмируем Резюмируем Вот то что сейчас было сказано Действительно Это такая проблема жесткая То есть О чем он и спросил Чем вы недовольны клиентов И тут же говорит Что мы Как подрядчики Недовольны тем же самым заказчикам Но это касается только Скажем так Сложно составимых подрядчиков Да нет Если мы спрашиваем певца Сколько ты будешь стоить Это тоже жесть Он говорит А где петь? А перед кем петь? Господи А сколько петь? А что там будет? А кто заказчик? А будут ли кормить? Я обычно сразу говорю Ну извини До свидания Я скажу Ты занят Я скажу Что ты занят Если я Вы спай организатором Я не продолжаю Можно еще одну боль Вот Рома Будут ли кормить? Те кто со мной работал Подрядчики знают Что на моих ивентах Кормят всех И техников И декораторов Кормят всех Сережа может подтвердить Тут подтверждаю Да Так и есть Вот я тоже знаю Ура Товарищи Соответственно вопрос 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 Ну все на самом деле Не так Не за еду конечно Работа и за деньги И за еду Значит так Смотрите На самом деле Я действительно Забочусь о команде Которая будет работать На ивенте И я хочу Чтобы люди работали С хорошим настроением Чтобы они получали От этого проекта Удовольствие И тогда они сделают Свою работу хорошо И сделают ее даже лучше Чем хотели бы ее сделать Соответственно До того Как начался ивент Я спрашиваю Провожу Маленький опрос У всех подрядчиков Кто что кушает Ведь есть люди Вегетарианцы Есть люди Которые едят свинину Мне нужно составить Четкий бытовой райдер Для того Чтобы просчитать Этот бытовой райдер И чтобы клиент Этот бытовой райдер Оплатил Соответственно Я со своей стороны Прилагаю усилия Но очень часто Подрядчики Не реагируют быстро Например Коллектив Музыкальный коллектив 13 человек в группе Спрашивают Что едите Что не едите Заказываю мясо Рыбу Или всем мясо Я не получаю ответа На такой элементарный вопрос Очень долго А утверждение Медии уже сегодня В курсе А потом еще недовольные А списки на мероприятия Когда мы работаем Где-нибудь в отеле А потом попасть не могут На это мероприятие Ты взял деньги за проект Ты должен там работать У тебя предоплата Я тебе пытаюсь Организовать бесплатную парковку Я тебе организовываю проход На этот ивент И я не могу получить от тебя Вовремя списки С фамилиями Участников твоего коллектива Согласна Да Это просто боль Это боль Мы ей поделились Мы ее обнажили В следующий раз Это к чему Товарищи подрядчики Это просьба Просто быть В этих моментах В плане состояния Мобильные Быстрее Потому что там тоже идут Согласования Окей Поделилась болью Я знаю что Евгений Уже микрофон скоро сломает Просто от желания Сказать Сергей Прошу прощения Сори Все в порядке Это вечер Это вечер Это 5 утра самолет Это все нормально Ну я просто хотел добавить Вот касаемо отношений И тому подобное Ну смотрите Будь мы На самом деле Супер профессиональными Будь мы Там С хорошим парком оборудования И тому подобное И вообще в принципе С пониманием Того Что куда можно Привести Поставить И как сделать так Чтобы Конечному клиенту Было лучше Потому как Мое мнение То что Мы все работаем Для того чтобы Конечному клиенту Было хорошо По какой причине На самом деле Все гораздо Просто Чем есть на самом деле Потому как Если ваш клиент Счастлив Господа агентства То В конечном счете Он к вам придет еще раз И порекомендует вас Своим Друзьям И тому подобное То есть мы возвращаемся К сарафанному радио Да да Конечно Естественно Понимаете в чем дело Вот Межличностное отношение Которое складывается Между подрядчиком И агентством У нас здесь На территории Российской Федерации К сожалению Не работает тот момент То что вот Извините Вот Ты облажался До свидания Мы возьмем другого И начнем с ним работать Все равно мы как бы Спускаем все Вот На то что вот Раз облажался Два Три Десять раз облажался Не все Не правда Нет Я буду Да Бывает такое Но вот К сожалению Есть такое состояние Привязанности Так скажем К определенным личностям Да К определенным Компаниям И тому подобное А что вы на меня коситесь Сударь Какая привязанность Я вот например Могу сказать Можно я немножко сейчас Не я сейчас закончу Прям одну секундочку Вот И зачастую Вот Нам например Это мешает Потому что За все время Сколько вот мы существуем Чем-то там только не выдумывали И рассылки делали И везде писали Вот Катя рассказывала В своей презентации О том что не нужно делать Я естественно понимаю То что Вот возможно То что она перечислила И не нужно делать Это кому-то Навредит Но тем не менее Мы пробовали Различные методы продвижения И в том числе Платную рекламу В дирекции И тому подобное Ну поверьте Но не работает Это совсем касаемо нас Мы не продаем велосипеды И тому подобное Да Непосредственно Клиентам Да Мы продаем совершенно другое Абсолютно другое Абсолютно другой сервис Абсолютно другие вещи Ну и вот И вот эти вот отношения К сожалению К сожалению мешают И очень хотелось бы Чтобы Как можно Там пускай Не на каких-то Супер серьезных площадках И там подобное Господа агентства Пробовали Других подрядчиков В том числе В том числе И надеюсь Что все будет у них С этим хорошо Да Пробуйте Чаще Новое И тогда Я буквально По теме Займу наверное Одну минуту И тема будет касаться Как раз Подрядчиков Мы предлагаем Вот от своей ассоциации Очень интересную Рабочую схему Делайте Совместные проекты Компилируйтесь Допустим Есть шикарная новая Кавер группа Которая хочет себя Презентовать на рынке Есть прекрасные Видеографы Есть технические Исполнительные Скооперируйтесь Сделайте продукт Обратитесь к нам Мы обеспечим вам Пиар такой Что в вашем зале Будет просто Большое количество Организаторов Обращайтесь Если это хороший Качественный проект Мы с удовольствием Поможем Не только в Москве В России Пожалуйста В СНГ За рубежом И где угодно То есть Встаетесь Это как раз тема К воркшопам Мы призываем Участвовать В таких вот проектах Которые повышают Уровень доверия На площадке Мы видим Вот в данном Допустим Как кто работает Кто как реагирует Вот на уровне Воркшопа Правильно ли Правильно ли Правильно ли Как реагируют люди Как реагируют гости Как реагируют Все друг на друга Да 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 То есть Это очень хорошая Промо полезная Для всех В рамках которого Мы совершенно четко Можем сделать Те или иные Умозаключения В отношении Профессионализма И контактности Какого-либо подрядчика По поводу Привязок Хочу возразить Неправда Не со всеми агентствами Я например Среди наших Нет агентств Которые привязываются Вообще ни разу Я скажу больше На меня даже Лично многие обижаются Почему ты меня Не зовешь Потому что По данным проекта Я тебя конечно Образно говоря Люблю Я знаю твои таланты Но под этот проект Подходит другой Я не могу постоянно Одного и того же Ведущего Да Продавать И так далее Нет потому что Под проект Подходит А потому что Если я буду продавать Одних и тех же У меня все проекты Будут одинаковые То есть у меня картинка Будет одна и та же Это разговор Больше идет Все таки О широком подрядчике То есть допустим Система регистрации То есть это нечто Такое большое Комплексное Звуковое обеспечение То есть и звук И свет Техника Сцена Это конструктор Который Мы говорим Все таки о подрядчике Как о неком эфемерном Не об артисте Нет Не об артисте речи Артист Это ситуация В целом да И здесь очень важна Коммуникация По именно заходу В агентство Есть очень корректные Красивые такие Запросы Когда высылается Корректная презентация Ненавязчивый телефонный разговор Может быть даже Это личная встреча Которую можно Если это ведущий О чем-то побеседовать Прям там На каком-то его мероприятии Или в общем В том же самом воркшопе Надеюсь мы все-таки Посмотрим этот ролик И очень странно Когда подрядчик Который вроде бы Казалось Хочет работать с агентством Вдруг реагирует так Как будто бы Он вообще в этом Не заинтересован Ну например Говорю хорошо Окей Ты вроде бы так Ничего такая Я так думаю Хорошая портфолио Но воркшоп я не поеду Нет И он значит Я говорю Высылайте промо И он мне скидывает Бессловесно просто Десять ссылок В мне ватсап Значит По которым я должна Пойти И все это Присмотреть Что это за жесть Упаковки О чем говорил Катерина Упакуйте свое Предложение красиво С этим согласен Друзья У нас Уже подходит Как бы время У нас Выделены Есть определенные Такие А я сейчас дам Я как раз хочу Подойти к тому Что Друзья Все таки Тема животрепещущая Я вот к сожалению Пока Катерина опрашивала Я не увидел Зал в этот момент Скажите пожалуйста Здесь есть Представители подрядчиков Именно подрядчиков Ивента То есть Так А организаторы Заказчики Здесь присутствуют Раз Два Три Четыре Пять Шесть Я вас запомнил В глаза Отлично И вот сейчас Я пойду к вам Мы продолжаем Сейчас ту же самую Дуэль из зала В принципе Вопрос Да Вопрос простой Есть организаторы Есть подрядчики Как нам Начать работать В конце концов Как нам Подружиться Я бегу Но если вы позволите У меня Порядки очереди Так сказать Большой У меня не вопрос Я подрядчик Меня зовут Вадим Токарев Профессиональный ведущий На самом деле Вам спасибо За открытость А с вами Я согласен На 95 и 5 процентов Но я все равно Считаю Что нужно ходить Нужно предлагать Нужно знакомиться Не нужно говорить То что Работают у нас Только 15 человек В Москве Нужно искать Свое счастье И оно будет найдено И по поводу Еще вот один момент Я сам организовывал В декабре В хорошем ресторане На Ново-Рижском шоссе Замечательное Корпоративное мероприятие Вы большая молодец То что вы всех кормите Но когда ко мне Приходит фокусник Которого я очень знаю Который входит В десятку лучших В Москве Он стоит 100 тысяч Они будут конечно же Говорить Кто это И сразу Еще он не пришел А нас кормить будут А кофе будет А фреш Можно сказать А можно еще Кальян заказать Я конечно Немножко теряюсь От такой нагрузки Я считаю То что нам Профессионалам Это уже вопрос этики Сначала нужно отработать А потом тебе все дадут А в чем В чем простите Вопрос Я работаю за деньги Мои сотрудники Работают за деньги Они получают зарплату Если у вас В тайминге мероприятия Предусмотрен Перерыв на обед То если Это не происходит Где-то там В полях То они могут Пойти и поесть А вопрос не про это Вопрос про кальян Сейчас был Что кальян За счет клиента Фокуснику Который приехал Выступить Да нет Мне просто вообще Странно У нас там И внутри компании Периодически Начинались обсуждения На тему того Когда же мы начнем Кормить наших сотрудников И с клиентами Мы много раз Это обсуждали И То есть я понимаю Там есть группы Есть музыканты У них есть Райдеры Там все понятно Это сложившийся рынок И он так работает Когда вы говорите Что вы кормите Техников Окей У меня техники Работают на площадке 12 часов Они делают Саундчеки Огромного количества Коллективов Которые выступят И потом работают Вечером Если я их отпускаю У меня уходит Очень много времени Они ушли Пока это они вернулись Мне выгоднее Это ваша выгода Мне выгоднее Сделать так Чтобы они не уходили Долго Понимаете Вы немного лукавите Называя это заботой о нас Это просто вам банально выгоднее Именно поэтому вы так и делаете Почему? Нет Мы же заботимся о вас Почему? Я могу сказать Вот тебе полчаса перерыв Супай И питайся Это новая тема для туэли Честно Она просто Она просто шикарная Мы любим своих подрядчиков Друзья Любим Тема кормить и не кормить Вот в чем вопрос Кромью Итак Кормить или не кормить Я думаю что это можно решить самим Я своих подрядчиков Кормлю всегда Аналогично Мне не выгодно Это ни в коем разе Я кормлю их за свой счет Не важно Просто я знаю что человек уйдет Отсюда и скажет Ой Борька такой хороший Он нас накормил А мне приятно Правда? Благодарю И все Продолжаем Меня зовут Роман Алексеев Я соответственно ведущий организатор То что касается и вы любимые Дорогие Вопрос будет и для вас И для ваших оппонентов В том числе Но я думаю что для подрядчиков Это будет более наверное Такой жесткий вопрос Да То есть про воркшопы Все понятно Да Люди приходят Среди организаторов Себя представляют Но мы сейчас говорим О коммерческом мероприятии Есть клиент Который пришел Заказал например Свадьбу И форс-мажор Да Фотограф заболел Я не знаю Сломал ногу Да И есть человек Который например Да у вас где-то на примете Или позвонил И вы ему говорите Вот бесплатно Это коммерческое мероприятие Готов ли ты приехать И от работы Да Другой вариант Сейчас сказать секунду Ну чтобы попробовать Вот я хочу Как фотограф Начать работать Возьмите меня вторым Например Да Я бесплатно Похожу Вот готовы ли вы на это И теперь соответственно К вам То есть готовы ли вы Предложить И отработать Бесплатно Понимая что это Не воркшоп А это коммерческое мероприятие Ну за вас там не заплатили Но вы понимаете Что агентство За это получит деньги Евгений Кусаров Можно я начну Смотрите Бывают такие ситуации Когда возникают Экстренные замены Но как правило Если вдруг что-то случилось И подрядчик не может быть на мероприятии У меня было Вот 15 июня Мероприятие было такое Что подрядчик не мог присутствовать Сам на мероприятии Причем выяснилось это ночью Накануне Он сам нашел замену И предложил мне варианты Уже готовых решений Как это сделать И тут опять-таки О том Как важно Правильно скоммуницировать Агентству И подрядчику Потому что он не просто Не смог Это видеограф Он снимал свадьбу Накануне в Италии Ему перепутал Таксист Аэропорт Привез его Не тот аэропорт Он не успел Вылететь вовремя Это человеческий фактор Не смог прилететь Но у меня невеста Даже не поняла Что он опоздал На пол свадьбы Она думала Что сначала Он снимает жениха Потом он снимает декорации И в 5 часов Когда он приехал Прилетел следующим рейсом И продолжил съемку Что было нормально Вопрос в другом Что Как раз Про условия Бесплатного участия В коммерческом проекте Но здесь Чисто мое мнение Это опять же вопрос Этики Если я организовываю Коммерческий проект Я не позову его Бесплатно работать Это мое жлобство Какое-то получится Как организатора Но это другое Здесь Опять же Резюмирую Если допустим Это касается Ведущего Или диджея У которого с собой Только ноутбук Почему бы и не приехать Если день свободный Но Финансовые затраты На печати На прочее Грузчики Транспорт Привозка Аппаратуры Настройка Он нанимает Людей Ему надо платить Это разные вещи Вот тебе вопрос Если тебе хочет Войти Войти В агентство Готов ли он Да Готов ли он Бесплатно приехать На коммерческие мероприятия Давай вопрос Вот сразу Я скажу сразу Не готов Готов Не готов Готов Агентство Поэкспериментировать И взять Этого человека Ну потом Расплата Поэкспериментировать Да Примерно Ром Я поняла Вопрос Иногда я получаю Такие письма Проведу мероприятие Бесплатно Возьмите Хочу поработать Но Не зная Человека Наверное Скорее нет Про фотографа Вторым фотографом Вторым фотографом Вторым Ну то есть Позиция ваша Понятно Позиция подрядчиков Вот я Вот С ним идем Да Ко мне Видимо Ко мне Адресован Ну смотрите Такая история То что Были такие моменты То что Предлагали Поработать Бесплатно И В некоторых Случаах Поначалу мы там Соглашались Не будем кривить Душой Работали Бесплатно Сейчас у нас Выработалась Определенная Концепция И подход К этому Так скажем Действию Смотрите Если нам звонит Наш какой-то знакомый И опять-таки Взвращаясь К межличностным Отношениям Агентства И говорит Ну все Кранты У нас Всегда существует Такое понятие Оплатите пожалуйста Расходы наши Окей Там Амортизация На колонке И тому подобное Мы не будем считать Но оплатите Расходы То есть касаемо Транспорта Касаемо Людей Которые будут Находиться на мероприятии И тому подобное В таком ключе В принципе Мы готовы поработать Но понимаете Это не гарантирует То что Если опять-таки Это знакомое агентство Да это все супер Все классно Там возможно Мы можем рассчитывать На какие-то дальнейшие Продуктивные Так скажем Сотрудничества Но если это агентство Которое там Два дня существует И у него Как бы Вот так случилось И сложилось Ну понимаете Это утопия То есть мы Скорее всего Мы там Какого-то там Так скажем Рынка Не заберем И не возьмем И никогда не будем Понимаете В чем дело Ну здесь Ну опять-таки Вот опять-таки Возвращаясь Что значит бесплатно Что значит бесплатно Я не знаю Самому оплатить Персонал Доставку Здесь Ну здесь мы говорим Что подрядчик Есть разные Есть те Кто несет затраты Выполняя свои функции А есть те Кто вот допустим Как ведущий Ну что я костюм химчистки Ну тысяча рублей Это вся затрата Господа Есть понятие Разные затраты Бывает Извините Две колонки Джебель Микшерный пульт Да Это можно Поехали А есть Извините Если у вас куча звезд выступает Вам бэклайн Там надо вывозить Эксклюзивно Это совершенно другие затраты Но если Но он же в то же время Знаешь То есть он привезет Две колонки Он как подрядчик Себе не покажет С какой стороны Это так Все подрядчики Все подрядчики подтвердят Что в 999% случаев Это все ничем не заканчивается Нет Ну смотрите На моей памяти Было пару агентств С которыми мы заключали договор О том Что вот они Действительно Вот там проводили Какое-то имиджевое мероприятие Для себя Для рекламы Себя клиентам Или тому подобное Потом об этом мероприятии Писали там В известных Вейдинг журналах И в том числе Наше имя Вы упоминали Вот Мы заключали договор О том что На последующем мероприятии Они с нами сотрудничают Которые уже есть И которые уже подтверждены Понимаете В чем дело То есть они оплачены Да Действительно Мы можем предоставить Там Но опять-таки Они оплачивали персонал Понимаете В чем дело Да мы им отдавали Бесплатно там Оборудование Не вопрос Но касаем персонала Они оплачивали Да Способов много Здесь допустим Тот же самый Правда он все равно Не сработало Я когда писал В агентство Я говорю С первой нашей работы Я вам отдаю 30% своего гонорара Не работает Не важно Ну потому что Буквально 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 Живой пример Вот у меня тоже Есть свое личное агентство Я просто Сейчас сам не занимаюсь Занимается моя Младшая дочь Это агентство Алла и звезда Скарлетт Стар Свадебное агентство Которое существует С 2004 года В форме ООО Вот я помню Я начинал в то время Тогда с таким агентством Вы все прекрасно знаете Это агентство Лакшери Саунд Это Дима Андриашин Да правильно Мы очень хорошо работали 2006 2008 2010 Было большое количество звезд Были шикарнейшие райдеры Но на определенном этапе Где-то после 2012 года Мы как-то непонятным образом Просто потерялись По каким причинам Я не понимаю Но как мне объяснил Потом Дмитрий Он ушел В сегмент Как раз Бизнес И Майс По-моему Обеспечения И просто потерял связь Со свадебными организаторами И ивентами Буквально Вот месяц назад У нас проходило Большое мероприятие Это презентация Отеля Golden Rigs Это большой площадки На высоте Напротив МИДа Вот как раз Он подошел И говорит Алексей Ты знаешь Я просто утерял связь С организаторами свадеб И ивентагентств Давайте Сделаем совместный проект Я очень хочу восстановить связи Познакомиться И Возможно Сделать Как бы войти заново В этот рынок Ну На каких-то интересных условиях Вот так вот Думали Они будут стреляться Они уже начали Обниматься И это правильный итог Нашей дуэли Дорогие друзья Хотелось бы напомнить Всем кто Зарегистрировался На стрельбу Кто Есть такие Кто стрелять собрался Там ливень Там Ливень Настоящим дуэлянам Не помеха Да Можете не стрелять По тарелочкам Помните За тарелочками Проходит Автомобильная дорога Поэтому Если вы промажете По тарелочке Вы никуда не пойдете Не страшно Дорогие друзья Итак Вот эта дуэль На данной ноте Давайте мы посчитаем Не-не-не Не законченной Ни в коем случае Мы посчитаем ее Только начавшейся И дай бог В следующем году Соберемся В этом же составе Даже более Мне больше нравится формат Не дуэля Панельная дискуссия Сидим и обсуждаем Вот когда говорят панельный У меня это немножко О прошлом воспоминания Давайте Давайте как скажем Мы сейчас Открыли этот вопрос Так стрелять уже Только у вас же снайпер Кому микрофон не нужен Смотрите я очень внимательно смотрел Ну слушал и записывал И финализация Моего сегодняшнего разговора Это что Надо вступить в личностные отношения Тогда все проблемы решаются Я хотел задать вопрос Венторов Как Когда Где я могу вступить с вами В личностные отношения Уже есть ответ Сейчас это все закончится Начнется банкет Пойдемте вступать в отношения А в приложении Да или нет А кто-нибудь ответит Или нет Друзья Ну мы сегодня обсуждаем Это с самого начала Конечно Участвуйте в наших Воркшопах Это профессиональное Дружественное общение Я прошу показать роли Которому все будет понятно Принимайте участие Мало того Любой артист Может подать заявку На то Чтобы мы придумали И сгенерировали Конкретно Под него Если это реально хороший продукт Определенный воркшоп Согласны? Да Конечно Ролик Спасибо Ролик Включите пожалуйста Видеоролик Чтобы понять О чем идет речь Итак Выстрел К барьеру Ква-ква-ква Личные отношения Значит много Вот мы сегодня поговорили Посмотрели в глаза Другой познакомились И это уже к чему-то приведет Это уже факт Однозначно Должно быть Потому что лично мы поняли Что О я теперь вижу Он клевый человек Он неплохой человек Он мне нравится Значит и работает он хорошо Как Как может быть связано Личные отношения С качеством работы Никак Но это все у нас здесь в голове И мы это действительно связываем Ну что у нас там Ролик готов Везде готов Да Боря А теперь надо Общее фото Со всеми спикерами сделать Смесь с тобой Общее фото Со всеми спикерами Мы ведем традицию Фотографироваться С нашими оппонентами А на фото Не забываем говорить А на фото Можно А кстати да Пока пока Отмечайте всех нас В инстаграм В фейсбук Да вспоминаю про соцсети Это тоже такая Вольная тема Действительно Выкладывать Когда какой-то большой проект У меня идет Я выношу коробку И все кто участвует У меня ребята В эту коробочку Сложили свои телефоны В конце мероприятия Вы их получите Кто не согласен До свидания Всем большое спасибо